Есть бесплатные варианты, я несколько подготовила. Первый сервис называется Brunch Track. Это сервис, созданный нашими отечественными программистами. Можно сказать, что это отечественный конструктор, но он почему-то на английском языке. Ну вот, пожалуйста. Это викторина, которую я сделала тоже экспериментом. Это про Снежную Королеву викторина. Как работает этот сервис? Нужно завести здесь аккаунт, ну и дальше начинать с нуля. Здесь особых шаблонов нет. Есть, вернее, три, но они нам, наверное, не подойдут, потому что они работают, допустим, вот как я сейчас показала, трудности с кредитной картой. Такой есть шаблон, шаблон по пожарной безопасности. И третий тоже какой-то продажный, уже не помню. В общем, в чем он заключается, но есть. Три варианта не очень подходящие, поэтому пришлось работать с нуля. Расскажу, как я это делала. Ну, во-первых, перед тем, как создать и чат-бота, и диалогового тренажера, нужно, наверное, нарисовать это на бумаге. Ну, или хотя бы просто в каком-то вордовском документе. Потому что нужно проработать все варианты сценариев, все варианты развития событий, стрелочками это представить, и уже потом это все переносить в чат-бота или в диалоговый тренажер. Потому что вот так из головы достаточно сложно сразу, особенно если структура разветленная. Ну, вот взять для образца можно какую-то блок-схему, например, вот как русскому языку учат вот такими блок-схемами. Вот, по примеру, такой блок-схемы нарисовать. У меня получилось вот то, что получилось в правом нижнем углу. Это моя суперзапутанная блок-схема, с помощью которой я создавала викторин. После того, как она в голове у нас нарисовалась, картинка, после этого можно это притворять в реальность. Брэнч-трек, к сожалению, при всей его несложности, надо сказать, что он не очень сложный, даже если с нуля создавать. Но при всем при том он позволяет бесплатно создать только одного диалогового тренажера. Один диалоговый тренажер, к сожалению. Можно создавать несколько аккаунтов, если он вам понравился, почему нет. Можно попробовать еще один аккаунт создать, еще один, еще одну викторину придумать. Итак, вначале открывается черное поле, где мы будем размещать наши блоки. Здесь примерно как в Борис-Боте тоже будут блоки и тоже будут связи между ними. Здесь очень простые блоки, здесь не нужно выбирать кнопки, не кнопки. Здесь у нас дается задание, вопросы, ситуация и варианты ответов на нее. И нужно от каждого варианта ответа ввести следующий блок. Дополнительно можно начислять баллы. Итак, прописываем задание, вопросы, ситуацию, придумываем варианты ответов, а дальше от каждого варианта ответа тянем связь. Для этого нажимаем на вот эту кнопочку «Drag to link», «Тащить связь», она называется, если это словно, и тянем прямо по черному полю в любое место. Щелкаем, и у нас появился новый блок, который связан с этим вариантом ответа. Вот так примерно получается. Например, у меня был вопрос, кто создал зеркало, в котором все доброе уменьшалось, а все злое делалось еще хуже. Я протянула связь, не совсем верно здесь надо сказать, я протянула связь от вопроса, надо было бы от вариантов ответа тянуть через эту ссылочку. Но так или иначе, она будет вот такой синей линией отображаться. Рядом с блоком может появиться желтый треугольник, что он означает с восклицательным знаком. Это значит, что это ветка сюжета незавершенная. То есть здесь диалог заканчивается ничем. То есть нам сервис сразу автоматом подсказывает, какая линия не завершена. То есть нам нужно здесь протянуть следующий блок и завершить этот сюжет, допустим, если мы не хотим продолжения. Вот так, допустим, от «Снежной королевы», внизу ссылочка будет «Снежная королева», я должна тянуть в другую сторону, к блоку, к другому, и дальше там будет следующий вопрос. Дальше. У каждого вопроса есть настройки. Они здесь находятся с левой стороны. Вот значок с человечком, с картинкой и тому подобное. Давайте понажимаем, посмотрим на них. Что здесь можно? Ну, во-первых, здесь можно настроить обратную связь. Называется это «Месседж». Можете какую-то обратную связь прописать для ваших участников. Здесь продублированы и вопросы, и варианты ответов. Здесь все пронумеровано. Каждый блок под номером 5-6. Вот их можно здесь удалять, если они нам не нравятся. Дальше. Мы можем добавлять эмоции к блоку. Ну, это в случае, если ответ неверный, то мы можем выбрать эмоцию грустную. Если ответ верный, то, соответственно, веселенькую. Дальше. К каждому блоку мы можем присваивать баллы за прохождение. Если участник попал на этот блок и ответил верно, то плюс 1 балл ему. Соответственно, можно прописывать и минус, сколько-то баллов. Дальше. Блоки можно перекрашивать в цвета. Это удобно, например, для правильных и неправильных ответов. Правильный я окрашивала в зеленый, неправильный в красный. Ну, так мне было визуально понятно на моей запутанной схеме, что есть что. Вообще, для пользователя они этого не увидят. Это исключительно для создателей. Ну, мы можем сразу проиграть эту сцену или превратить ее вообще в открытый вопрос. Тогда вот этих вариантов не будет. Пользователь будет просто вписывать нужный вариант ответа. Так тоже можно сделать. Это основные настройки. Из дополнительных настроек мы можем выбрать персонажа, который будет задавать эти вопросы. Если нам не нравятся те, которые здесь есть, можно загрузить своего героя из компьютера. Можно выбрать фон, на котором будут разворачиваться события. Я выбрала картинку со снежной королевой и загрузила ее с компьютера. Здесь есть варианты. Можно выбрать что-то из библиотеки. В итоге у меня получилась вот такая вот запутанная схема. С флажком наверху – это стартовый блок под цифрой 3. Ну и дальше вот пошли связи. Правильные и неправильные ответы. И таким образом у меня вот в зависимости от того, будете отвечать верно или неверно, порядок вопросов у вас может быть разный. У меня там своя определенная логика в этой викторинке была. Над каждым вопросом прописано плюс или минус. Тоже можно очень легко проверить, все ли мы настройки выполнили. Если над каждым блоком есть плюс и минус, и баллы начисляются, значит, все работает, все хорошо. Через кнопку превью мы можем посмотреть, как это в итоге все смотрится. Вот. У меня в блоках не написано напрямик, правильно ты ответил или неправильно. Но сбоку, с правой стороны будут начисляться баллы. И вы можете посмотреть, если плюс 1, значит, ответ верный, если минус 1 – неверный. Ну, это был мой тренировочный диалоговый тренажер, поэтому я вот так попробовала. В будущем немножко по-другому сделаем. Дальше. Что еще можно сделать с блоками? К блокам можно добавить информационные какие-то материалы через загрузку. Кнопка называется «этачмент». Она находится с левой стороны конструктора. Сначала мы загружаем их с компьютера прямо вот в эту вкладку, а потом просто мышкой перетягиваем на нужный блок, который нам необходим. Это могут быть файлы объемом, сейчас посмотрю, сколько у меня где-то тут написано, до 5 мегабайт. Это может быть файл, который вы прикрепляете, и пользователь может его открыть, почитать, посмотреть. Точно так же можно загрузить и видеоролик. Размер видеоролика до 64 мегабайт. На бесплатный тренажер дают объем памяти 100 мегабайт. То есть вот в рамках 100 мегабайт мы можем располагать и прикреплять дополнительные материалы. Что еще можно сделать? Еще можно пригласить соавторов для работы над диалоговым тренажером. Правда, соавторы, приглашаем их по электронной почте традиционно через кнопочку, которая в самом низу находится, и через нажатие кнопки «Invite». Но они не смогут редактировать, как вы. Они смогут только давать вам комментарии. Вы походу вот как раз в этой вкладке с комментариями их увидите. Все полезные советы, которые вам будут давать ваши соавторы. Регистрироваться соавтором не нужно, вернее, не обязательно. Они могут комментировать, просматривать вашу викторину и давать какие-то ценные замечания по ходу. Ну, а вы уже будете их притворять в реальность. Далее. Что еще? Еще здесь можно озвучить. Можно загрузить уже заранее записанный звуковой файл и прикрепить к разным блокам. Один блок – одно вложение. То есть либо вы загружаете голос, либо вы загружаете какой-то файл. Единственное ограничение здесь на все, про все дается только 5 минут бесплатной озвучки. То есть это какие-то очень маленькие комментарии и замечания. Может быть, даже они и не пригодятся. Но такая опция все равно здесь присутствует. В заключении, когда у нас тренажер созданный, он работает, мы посмотрели, все кнопочки активные. После этого мы можем брать на него ссылку, код, делиться и в социальных сетях, и в блоге, и на сайте, так как считаем нужным.